Здравствуйте дорогие хозяюшки! Всем-всем приветик! Всем доброго настроения и хорошего здоровья! И чистого неба над головой! Итак, как вчера я вам говорила, что сегодня я буду готовить, вот у меня осталось вчерашнего дня, то есть с вареников, вот, из вареничков, картошка с фаршем из сердца и легких. И вот из этого фарша, я буду с этим фаршем, я буду сегодня готовить жареные пирожочки. Вот, тоже буду делать на очень маленькую порцию, чтобы сразу покушать. Потому что я сейчас вареники взяла, нажарила с обеих сторон. Вот, я вчера вам выложила, как я делаю эти варенички, очень-очень вкусные, а когда они разжаренные, вообще супер-пупер. Итак, что мы делаем? Я буду готовить снова на полстаканчика молока. Вот я беру полстаканчика молочка. Затем, я кладу сюда всегда пекарские дрожжи. Вот, никогда не делала из сухих, надо когда-то попробовать. Вот, я беру вот половинку, даже это много половинка, можно даже чуть-чуть меньше вот отрезать от половинки, ну, где-то чуть-чуть кусочек отрезаем. Пачка на 4 части, и вот одну часть мы берем, и еще кусочек отрезаем, потому что это будет много на полстаканчика дрожжей. Все, мы крошим эти дрожжи. Теперь возьмем ложку, и ложкой хорошо вот, чтобы эти дрожжи растворились здесь. Готово, дрожжи растворились. Теперь я беру соль, солю чуть-чуть, граммульку, то есть вот чисто символически. Все, посолили, помешали. Теперь я взбиваю одно яйцо, и четвертую часть стакана сахара, миксером. Сильно не надо взбивать, просто чтобы только сахар растворился, и сюда же. Вливаем сюда в наше тесто, ну, будущее тесто. Все, слишком много сахара не нужно, потому что это же у нас картошка, и мясной же фарш. Все, и теперь я взяла сливочное масло, и его растворила здесь, то есть, чтобы оно было жидкое. Где-то 25-30 граммов. Делите вы сливочное масло пачечку, ну, взвешивайте, у меня я, например, взвесила. А потом я взяла и померила ложечкой столовой. Тут 3 столовых ложки сливочного масла, которое уже растворилось. Все, теперь мы хорошо перемешиваем. Что нам еще нужно сюда? Теперь все. Нам сюда надо осталось теперь сыпать муку. Ну, муку я вам сейчас покажу, сколько, потому что я всегда, как уже знаете, каждая хозяйка уже на глаз всегда сыпет муку. Вот насыпаешь, и уже знаешь, какой консистенции должна быть мука. Итак, пока я беру ложку, я вам сразу говорю, открываете муку, сразу закладываете сюда чеснок, для того, чтобы не заводили жуки. Вот я вчера открыла пачку, и у меня здесь чеснок сверху. Так, одна ложка сверху, вторая ложка сверху. Вот сколько держится? Две ложки. Сейчас мы помешаем и посмотрим. Так, мало. Еще одну. Так, две ложки. Я хочу побыстрее, чтобы, вот знаете, некоторым нравится третья ложка. Говорят, вот хорошо, что вы так рассказываете очень доходчиво. А другие говорят, господи, ну сколько вы будете говорить? Ну я еще раз объясняю, дорогие мои хозяюшки. И все люди, которые заходят ко мне на канал случайно, или нравится мой канал, я сразу говорю, я всю жизнь рассказываю, да, досконально. Моя профессия актриса, я привыкла вот говорить, чтобы зритель меня услышал. Вот так вы для меня зрители. Все, поэтому я досконально вам расскажу. Итак, три сверху. А теперь мы сейчас, я сейчас без верха положу. Так, а ну, три сверху и одна без верха. Да, вы знаете, достаточно. Ну, когда вы налогчитесь, вы будете знать, что сколько нужно ложить и какой консистенции должно быть тесто. Вот посмотрите, вот такой консистенции должно быть тесто. Вот так вот. Теперь мы накроем крышечкой и поставим, пусть подходит тесто. Я тесто уже два раза погасила. Что значит погасить тесто? Тесто вы ставите в теплое место. Оно поднимается. Но поскольку у меня мало на полстаканчика, значит оно сильно не будет подниматься. Вот оно поднялось, я беру ложечку и перемешиваю. Все, осела. Снова раз и подошло. Я снова погасила. Теперь я буду вынимать сюда и вымешивать тесто. Теперь, если у вас нет времени долго, чтобы ждать, пока тесто подойдет, пока не подойдет, и в квартире сейчас уже не так уже тепло, потому что ночи холодные, квартира остывает. Поэтому я здесь вот включила маленькую горелочку, а рядом на другую сторону, на другой горелке, я поставила кастрюльку с тестом. И вот все время беру и кручу, чтобы не подгорело тесто. И сейчас вот я уже выключаю. Ну буквально вот 15-20 минут, у меня уже два раза подошло. Однажды женщина мне однажды пишет, «Ой, первый раз в жизни я слышу, чтобы ставить кастрюлю на огонь». Я ей говорю, вы невнимательно смотрите. Это для того, чтобы тесто быстрее поднималось. То есть вы вертите, вот так вот вертите эту кастрюльку, но не, конечно, возле огня. А там, смотрите, это ваше дело. Меня мама так научила, особенно когда Пасха идет, и вот холодно еще перед Пасхой. Мы всегда включаем даже не одну, а три горелки. И вот тесто подходит, чтобы оно было хорошее. Оно должно подойти, должно быть рыхлое. Все, я уже выключаю горелку. У меня тесто подошло. Я это тесто, вот смотрите, дорогие мои, вот мало теста у меня, вон видите, как оно уже хорошо подошло. Я его сейчас буду сюда вот в муку. Тут три ложки муки я насыпала. Хотя нужно, вот моя мама всегда брала сито и на сито просеивала, чтобы воздушнее были пироги. Но я лентяйка, я никогда не просеиваю. Ну, бывает, что просеиваю. Но у меня и так они вкусные получаются, пироги. Вот как хорошо подошло тесто. Оно такое рыхленькое, очень даже симпатичное. Все, сейчас я буду вымешивать тесто. Мы берем ложечку, и вот так вот со всех сторон мы муку сюда вот на тесто подгортаем. Подгортаем, ну, короче, муку сюда насыпаем на тесто. У меня тут украинские, русские слова путаются. Теперь пока переведешь. Итак, значит, мы вот берем ложечкой сначала, пока вот вымесили. А теперь я буду брать ручками и тоже вот так вот буду вымешивать тесто. Вот берем руками, и тесто, оно возьмет столько муки, больше мы муку сюда не бросаем, то есть не подсыпаем сюда муку. А вот мы берем и вымешиваем тесто. Тесто само возьмет мучки столько, сколько ему понадобится. Все это я вымесила. Тесто должно быть мягкое, воздушное должно быть. Не забиваем мукой. Муку мы отгорнули. Муку и здесь вот вымешиваем вот так вот на доске. Все, когда у вас не будет прилипать к рукам, и вы сами будете чувствовать руками, что у вас тесто не липнет, и что оно у вас воздушное. Итак, что мы делаем дальше? Дальше мы будем формировать пирожички. Вот я разрезаю на две части. Теперь одну часть муку обволакиваю, чтобы не приставало, и другую. Тут у нас больше получится пирогов, нежели вареников. Ну, вареники я вчера вообще даже меньше полстаканчика делала, но учтите, дорогие мои. Эти пироги жареные, кто как любит. Кто-то любит, чтобы они были большие. Вот. Когда вот их сделаешь, а потом раскатываю, чтобы они были тоненькими, хрустящими. А кто-то любит, чтобы было много теста, и чтобы были они воздушные, но много теста. Я, например, люблю, сначала их налеплю, потом скалочкой раскатаю, чтобы они были тоненькими. Но это дело вкуса. Вот. Теперь пироги, конечно, мы нарезаем больше кусочки, нежели на вареники. Итак, вот у меня одна колбаска. Ну, сколько у нас? Вот сначала серединку. Ну, и здесь раз на 4 части. Раз, два, три, четыре. И тут раз, два, три, четыре. Что мы делаем дальше? Вот эти кусочки мы берем в муку обволакиваем, обволакиваем, потому что, когда мы будем раскатывать, чтобы не прилипало к нашей скалке. Все. Сейчас вот я сделаю так же само и с тем тестом. Тоже мы 8 штучек. Тут видите, у нас получится 16 штук пирогов. Парш, который у меня остался, я распределила на все 16 пирожочков. Вот. Сейчас мы будем защиплять, вот, и формировать пирожочки. Я защемила все. Теперь, я хочу вам показать, какие будут пироги нераскатанные и какие раскатанные. И вы посмотрите, какие лучше всего кушать. Ну, вот. Я сначала раскатаю. Вот я взяла, когда защемила пирожочек, да, вот защемленный, я немножечко беру, вот так вот растягиваю пирожочек. Сейчас я возьму скалочку и вот так вот, легонечко, чтобы не раздавить пирожок. Вот так, в одну сторону и в другую сторону. Это пирожочки у нас получатся очень-очень тоненькие и хрустящие. Вот мне нравятся такие. Сын мой всегда, бабушка делает только такие хрустящие и большие пирожки. Ну, вот я на одну сковородку сейчас я сделаю вот такие вот раскатанные пирожочки. Тут получится, ну, штучки, 4 или 5 штук сюда поместится. Так. А вторую сковородку я сделаю нераскатанную и покажу вам. И вы тогда посмотрите, что же для вас лучше. Так, включаю сковородку. Сковородку включила. Теперь вот я раскатываю его. Налью сейчас масло растительное. Масла нужно сюда достаточное количество, чтобы они у нас не горели, пироги, а жарились. Но в холодную сковородку ни в коем случае пироги нельзя бросать сюда пироги, чтобы пока масло не нагреется. Вот это пироги раскатанные. Видите, они очень тоненькие и длинные. Масло нагрелось хорошо. Теперь, когда вы берете эти пирожочки, где мы раскатывали и шов у нас сверху, мы будем сюда в масло ложить пироги стороной низ. Низ, где защиплено, а здесь не должно быть. Вот, значит, защиплены мы вниз. Прямо на сковородку там, где защипы кладем. Ну вот. Как раз у нас тут поместится пять пирожочков в моей сковородке. Видишь, масла должно быть достаточно. Так. Теперь, дорогие мои, кто не знает, это кто вареники вчера смотрел, как я делаю вареники и знает, как я делала фарш. А в этом видео я не сказала. Значит, фарш. Мы берем сердце и легкие отвариваем, затем на мясорубке промеливаем, мелим, затем обжариваем там две-три минутки, чтобы немножечко обжарились. Потом берем, обжариваем лук, одно репчатый лук и туда карамелизованный, соединяем с фаршем, солим по вкусу, перчим горьким, душистым побольше. Вот. И укропчик. Все, вот это такой у нас фарш. Обжариваем до румяной корочки. Одну сторону переворачиваем, потом другую, и сейчас еще эту переверну в сторону и будем снимать. А эти пироги я забросила нераскатанные. Сейчас посмотрите, какие вам лучше выбирать пирожочки. Вот. Я перевернула нераскатанные пирожочки. Вот у меня один раскатанный. И вот будете смотреть, какие же пирожочки лучше. Мне-то, конечно, лучше раскатанные. Они красивые, хрустящие и вкусные. Ну, эти тоже очень вкусные. А там дело на любителя. Ну, а теперь посмотрите, пирожочки готовы. Вот у меня пирожочки раскатанные. Видите, они какие красивые. Они тоненькие и в то же время пушистые и хрустящие. А эти пирожочки, вот как мы слепили, они такие пышненькие и пузатенькие. Так что смотрите и выбирайте себе пирожочки по вашему желанию. Ну, что ж, дорогие хозяюшки, вот у меня получилось очень много из полстаканчика, полстаканчика молочка, у меня получилось с 16 штук вот таких вкусных воздушных пирожочков. Эти пирожочки, я уже рассказала, Вань показала. Видите, какие они тоненькие. Обязательно лучше всего раскатывайте. Вот мне, я на свой вкус раскатанный, это что-то супер-спупер. А вот эти пирожочки, смотрите, они вот не раскатанные, они пузатенькие и маленькие. Так что готовьте такие пирожочки. Времени очень мало пошло на то, чтобы такие пирожочки нажарить. Я гасила тесто не два раза, не три раза, а два раза. И они у меня просто лепили, они просто поднимались у меня. Вот. Тесто очень мягкое и воздушное. Когда это, эти пироги, может, если вы сразу не покушаете, вы ставите в холодильник, когда они остынут. Потом в микроволновке вы их нагреваете и кушаете. Можно кушать так. Лучше всего кушать пирожочки такие со сметанкой. Наливаем сметанку, обмакиваем и кушаем. Вот такие, вот такой вот рецептик у меня. Если вы хотите больше нормы, значит, вы увеличиваете не на полстаканчика, а на стаканчик. Ну, а там, смотрите, дело ваше. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Я желаю всем доброго здоровья, желаю всем всего самого-самого хорошего. Ставьте лайки, заходите ко мне на канал, пишите свои рецепты. Может, у кого-то тоже простой, но очень вкусный рецептик. Все, до свидания. Всем чистого неба над головой.